Дорогие мастера, сегодня в качестве модели я и мне будут выполнять наращенными ресницами LD, но перед этим мы хотим для вас сделать снятие. Это кремовым ремовером и ремовер пудинг. Поэтому мастер будет выполнять снятие и немного в процессе рассказывать, как происходит эта процедура. Наклеиваем патчем для того, чтобы защитить кожу клиента. Менее проникновение к материалу глазки нашего клиента. Относимся к клиенту целую, бережно. Снятие будем делать сразу на двум глазках, поэтому на второй глазик мы тоже наклеиваем патч. Смотрите, снятие в принципе можно делать без укладки патчей, но так вы просто будете больше беречь глаза вашего клиента, потому что вы сводите попадание средства в глазики к нулю. Из-за того, что остатки средства будут попадать уже не на кожу вашего клиента, а будут попадать непосредственно на патч. И когда вы снимаете патч, вы сразу удаляете остатки лишнего средства. На правый глазик наносим кремовый ремовер. Хорошо вбиваем его в медлистичное пространство, на корень, не жалеем. Для того, чтобы ремовер наш сработал, нужно его хорошо нанести на корневую зону. Так как кремовый ремовер у нас не течет, он имеет более густую консистенцию, это позволяет использовать его для клиентов, у которых очень чувствительные глазки, потому что он не течет и более комфортабельный при снятии. Но есть один из таких небольших минусов, это то, что кремовый ремовер, он хорошо наносится на верхние ряды, но чуть слабее проникает в нижние ряды. Поэтому при нанесении кремового ремовера нужно качественно пробивать между всеми ресничными рядами. То есть, как бы его старайтесь немножко втаптывать и вдавливать. Если вы видите, что на нижний ряд не попадает кремовый ремовер, вы можете приподнять все реснички и нанести его как бы с поднизу. Нужно прям пальчиком поднять реснички и нанести его как бы снятие. Есть. На лифе глазок наносим пудинг ремовер. Так же, вот так у нас выглядит он. Чуть ниже. Чуть ниже. Вот так. Пустите, пожалуйста. Вернем наносить первую руку. Хорошо тоже его вбиваем. Пудинг, он немного более жидкий по структуре, чем кремовый и чуть-чуть гуще, чем обычный гелевый ремовер. То есть, у него средняя такая конституция, из-за этого его называют как бы пудинг. Он немного по структуре похож на, как на зубную пасту. Чуть-чуть жиже, да, наверное? Имеет очень приятный запах и кремовый гелевый ремовер с запахом клубнички. Это фирма, моя фирма Ташута. И сейчас мы будем, вот мне очень часто говорили, сделайте обзор на ваши материалы. Поэтому сейчас мы используем сразу два средства для снятия. Время выдержки этих составов примерно одинаковое. То есть, если вы хотите побыстрее снять, можно уже через одну-две минуты начинать микробрашем, немножечко там высчесывать ресницы. Но если вы подождете до пяти минут, то есть они будут сразу быстро все отходить. Поэтому вы можете немножечко подождать до пяти минут, тогда они... Кремовый ремовер, это является как растворителем клея. То есть, он работает на то, чтобы разрушить молекулы нашего клея. И он стал таким не густым, а более вязким. Очень нехорошо, если некоторые клиенты, которые используют кремовые средства, то есть у них тоже бывают подобные внесенные компоненты по типу ремовера нашего. И иногда бывает такое, что клиенты используют крем, и если он проникает на линию там, где нарощены ресницы, на капсулы, он может также разрушать немного структуру клея. Поэтому, если вы используете крема, то старайтесь немного менее вокруг зоны глаз их наносить, для того, чтобы не разрушать структуру клея. Снимается? Угу. Прекрасно снимается. Прекрасно снимается. Более аккуратно, чем лечо, чтобы мне понадобилось. Каким тебе средством больше нравится снимать? Угу. А есть фавориты какие-то среди средств? Я люблю кремовый пудинг. Могу сказать, почему. Кремовый, так как, если небольшое количество ресниц пришел клиент, занимает не так много времени, клиенту очень комфортно. Если же клиент пришел в него мощное количество, то есть 70% остатка ресниц, тогда я пользуюсь пудингом. В моем арсенале лично находятся два ремовера в работе. Девочки иногда сталкиваются с такой ситуацией, что после кремового ремовера немного как остаются остатки средств на ресницах и после снятия получается как такие немножко белые комочки. То есть если снятие выполнено не совсем правильно. При пудинге, при снятии пудинга либо гелевым ремовером, такое бывает реже, потому что он жидкий и он лучше просто удаляется. На самом деле просто, например, кремовый ремовер нужно очень хорошо, как гелевый ремовер, дотирать ватной палочкой, лучше безборсовой, либо аппликатором. Вы полностью качественно снимаете остатки средства тогда и получается, что никакого белого налета, ничего не остается на ресничках. То есть белый налет остается только в том случае, если снятие было неправильным, либо если плохо вытерли остатки средства. Я хочу закончить мой процесс наоборот. Продолжение следует... По сек 어떤. По той. Продолжаем. Следующий вазь мы снимаем гены, возьмем лудик с помощью шпателя. Продолжаем. Возьмем к очкам. Там видно? Да. У меня ручка просто мешала оператору, он меня очень сильно мгает. Ее на него спешно хватит. Аккуратно, конечно. не совсем комфортно, аккуратно, и приподнимаю реснички. Продолжение следует... Продолжение следует... Еще раз напоминаю, правый глаз мы проработали кремовым ремовером, ватной палочкой сняли излишки материала, если излишки косметики, так как бывают у нас девочки под водкой пользуются, карандашом, на левом глазу у нас будет пудинг, также снимаем излишки ватной палочкой, хорошо, чтобы он не остался. После этого производим удаление патчей. Держим аккуратный палочкой. Вот, что у нас осталось. И наносим пенку. Также можно сделать это брашами. Наносим. Пенка имеет такую структуру, она очень хорошо проникает между ресниц. За счет этого полностью очищаются, даже если были какие-то остатки, все полностью очищаются. Остатки я подразумеваю то, что бывает действительно клиент приходит с макияжем, например, на наручные ресницы. Девочки делают там стрелочки, либо подкрашивают карандашом. Это все может накапливаться в межресничном пространстве. Поэтому после снятия искусственных ресниц, чтобы качественно очистить межресничку, вы можете использовать также пенку. Иногда девочки используют муцеллярную воду после снятия. Но преимущество пенки в том, что ее структура позволяет проникать межреснички, между каждой и каждой ресничкой. Поэтому это очень удобно. Затем снимаете пенку. Она немного как обволакивает ресниц, потому что у нее есть такая основа как... Какая основа? Знаешь, как не мыло идет, но немножко как вот такой налет чуть-чуть может оставаться. И после этого лучше смыть ее еще водичкой. Потому что многие рекомендуют, что пенку можно не смывать. Сколько раз я пробовала в практике делать, я бы рекомендовала все-таки смывать пенку. Просто мокрыми спонжиками протираете еще раз глазки. И получается, что ваше снятие выполнено. А качественно очищены все ресницы. Чистые глазки. И нет никакого ошейния и тому подобное. То есть, в принципе, клиент может открывать комфортно глаза. Не нужно ходить его умывать, потому что я еще когда только начинала работать, то мы делали это так. Сняли ресницы, взяли за ручки клиента с закрытыми глазами по великому вальнику и просим его умыться. То есть, постоянно развивается индустрия ресницы. Сейчас это уже не требуется. Вы можете на месте клиенту вашему дать вытереть и чистить глазки. И после этого просто попросить открывать зубы. Милые мастера, еще такой момент. Вы самостоятельно все повытирали, поудаляли излишки. Но есть еще такой момент, что клиент либо модель ваша, мы более чувствуем, как это сделать самостоятельно. То есть, вы можете дать еще спонжики вашему клиенту и попросить, чтобы протерли как бы между нижним и верхним веком. То есть, вы стараетесь не вдавливать средства вот сюда вот на глаза, а стараетесь протереть как немножко между нижним и верхним веком. Если вы дойдите клиенту самостоятельно протереть, во-первых, кайф от того, что наконец-то можно потереть глаза, это очень приятно. Потому что, ходя долго с ресницами, все-таки есть такое ощущение, что вот недостаток того, что потереть глазки хочется. И так, знаете, качественно, прям классно. И второй момент, вы убедитесь в том, что клиент полностью, полностью хорошо уберет все остатки и сможет открыть глазки как бы без проблем, без жжения и ресничка будет полностью чистой. Собственно, вот так вот проходит снятие. Поэтому, надеюсь, наше видео было вам полезно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, мы будем снимать еще больше видео. Дорогие мастера, всем привет! Сегодня мне уже сделали снятие ресничек старых, которые у меня были. И мы будем сейчас наращивать новые реснички изгибом LD. По многочисленным просьбам мы хотели посмотреть, как он будет выглядеть на глазках, поэтому я решила сделать этот эксперимент именно на себе. Давайте смотреть, какой из этого получится результат. Вот так выглядят наши реснички. Они немного с заломом. Вот они у меня также есть на ручке. Чуть-чуть можно приблизить. Да, приблизила. И вот так вот они выглядят в палеточке. Это премиум версия. Только вышли эти ресницы новенькие. Они черные до самых кончиков. Чуть больше добавлено силикона для того, чтобы хорошо блестели. Я думаю, что будут по душе каждому из ваших клиентов. Так, спасибо! Продолжение следует...